Окунуться в волшебный мир музыки и встретить летние каникулы в компании любимых анимационных героев и героев детских кинофильмов. А вот как это сделать, поговорим с нашими гостями в студии. Рада приветствовать директора Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Женовича Бориса Лившица и художественного руководителя заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрадной песни Сибрынка. Татьяна Трухан, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за ранний приход к нам в гости. Повод хороший. Буквально завтра уже в Белгосфилармонии состоится концерт «Ура каникулы». Что же это за концерт? Ну, как следует из названия. Будем радоваться тому, что у детей наконец-то наступил долгожданный отдых. Не только у детей, у родителей тоже. Да, точно. Да, и мы очень рады, что нам удалось осуществить эту мечту. Мы давно так планировали сделать детский концерт, полноценный концерт с участием детей именно, чтобы не взрослые перепевали эти знаменитые песни из советских мультфильмов, из диснеевских мультфильмов, из детских фильмов, а чтобы это делали наши дети, талантливые дети. Расскажите предысторию. Как вообще появилась такая мысль объединить детей, родителей, всю вот эту программу сделать? Театр «Странной песни Себрынка» существует уже довольно давно. Мы закрываем восьмой творческий сезон. И, в принципе, всегда очень много работаем на разных площадках и знакомы с оркестром просто по разным другим творческим проектам. И вот в один прекрасный день Борис Леонидович, скажем так, предложил посотрудничать. Расскажите, Борис Леонидович. Был такой день, когда я начал сотрудничать с разными режиссерами, которые ставят хорошие концертные программы, интересоваться, кого бы они посоветовали из детских коллективов для осуществления наших планов. И разные были предложения. И, конечно, у нас все хорошие детские коллективы. Но вот почему-то, когда сказали «Студия Себрынка», я знал, что там, оказывается, руководитель Татьяна Трухан, с которой мы сотрудничали многие годы, я поехал к ним туда. Мы с радостью, да, с радостью согласились. Там мы встретились, я увидел горящие глаза, увидел это желание. Да, почему нет? У нас столько репертуара. И мы начали искать совместные какие-то находки, что делать будем, какие новые песни создавать. И все сложилось. Абсолютно точно, да. Для детей это огромный опыт. Мы все так или иначе в детстве участвовали в каких-то там детской самодеятельности или уже в более профессиональных ансамблях. И это всегда было здорово. Не просто репетировать, а выйти на большую сцену, тем более с таким оркестром. Безусловно. Для меня удивительно, что я вот смотрю на афишу, которая за вашей спиной, я вижу какие-то там фрагменты мультфильмов. Я думаю, как это будет классно, когда народный оркестр будет исполнять вот эту всем известную музыку. Таня, скажи, это классно. Да, действительно, это неповторимое звучание. Потому что, во-первых, в принципе, для детей огромная честь и гордость работать действительно с живым, скажем так, составом музыкантов. И, скажем так, прочувствовать каждую песню вот особенным образом. Это во-первых. А во-вторых, конечно, колорит звучания этого оркестра, он очень необычен. Он придает какой-то шарм каждой песне особенный. Вот. И вообще, как мне кажется, программа нашего концерта выстроена очень интересно. Потому что маленьким детям будет достаточно увлекательно. Потому что много игровых моментов, ярких таких интересных, скажем так, анимационных ходов у нас в концерте продумано. Вот. Ну и каждый взрослый, он, конечно же, вспомнит свое детство и найдет на свой вкус любую песню. А каких артистов мы увидим и слышим там? Конечно, это, безусловно, наши юные звездочки. И, безусловно, в концерте будет принимать участие Елисей Касич, обладатель гран-при прошлого года на Славянском базаре. Маргарита Цумарева, она тоже, скажем так, неоднократно участница различных международных конкурсов. Звезды нашего коллектива. Это Алина Бурачевская, Ангелина Рафальская. В принципе, ансамблевые номера театра «Странной песни Сябрынка». Вот. Также будет возможность выйти малышам, спеть тоже, себя показать в этом концерте. Поэтому это из детей. Конечно же, будут и взрослые артисты, Ольга Романенко, солисты Белорусской государственной филармонии, солисты оркестра. Поэтому, в принципе, на любой вкус. Вы увидите артистов от мала до велика. Многолюдно. Какие будут инструменты? Ну, кроме, конечно же, цимбал, который является, мне кажется, символом просто всей белорусской народной музыки. Народный оркестр имеет инструментарий богатый, духовые инструменты, баяны, цимбалы, ударные инструменты. Трещотки. Там даже будет такой гудок, который в одной песне используется. Специально приобрели. Кстати, все аранжировки к этому концерту сделал наш дирижер Александр Кремко. У него это потрясающе получается. Причем он сходу это делает, потому что это его детство. Он когда говорит, я только включаю песню, слезы наворачиваются, и рука сама пишет. Вот так вот рассказывает. Да, песни действительно любимые всеми. И «Мамонтенок», вот мы тоже посмотрим немножко на афишу, там мы видим и бременские музыканты, и «Мамонтенок», и уже более современные будут мультфильмы. Да, да, да. Интересно то, что мы собрали действительно комплекс песен, любимых песен, скажем так, наших старых мультфильмов советского времени, и современные песни «Любимая детьми». Например, всеми любимая «Раскрою тайну» песенка «Отпусти и забудь» из холодного сердца, конечно же, тоже прозвучит в этом концерте. Вот такое огромное количество материала, такое огромное количество людей на сцене. Как долго вы готовили? Мы готовились достаточно долго, но дело в том, что, я повторюсь, коллектив у нас рабочий, у нас очень много концертов, проектов, поэтому достаточно большое количество песен уже было разучено в коллективе. Но в любом случае я старалась подобрать каждому артисту, маленькому либо большому, песню наиболее подходящую ему, поэтому песни звучат очень ярко, очень живо, и работа, конечно, производилась серьезно. У нас было много репетиций в оркестре, оркестр нас с радостью принимал. Наверное, месяца три мы готовились, да, если не больше. Причем эта подготовка еще включила то, что мы пробовали и меняли номера, искали что-то новое. Да, чтобы максимальное было звучание и оркестры. Ну это же премьера, мы же не можем упасть в гре с лицом. Это премьера, и, насколько нам известно, такая, можно сказать, и проба пера в каком-то смысле, насколько вы будете сочетаться, и, возможно, нас ждут еще новые концерты, совместные ваши. Да, 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 как вы догадались. Он уже есть, продажи первого сентября, ничего, в принципе, не меняется по сути и содержанию, кроме того, что мы, конечно, включим новые номера. По-серьезнее там будут люди. По-серьезнее, ну просто концерт будет называться «Здравствуй, школа», и логично, первого сентября. Да, да, и всех ждем. Поэтому заранее уже всех приглашаем. Спасибо большое, что пришли к нам. Напомним, у нас в гостях были директор Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Женовича Борис Лившиц и художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрадной песни Сибрынка Татьяна Трухан. Большое спасибо, что пришли, и прекрасной премьерой вам. Спасибо. Спасибо вам большое. Что ж, наш эфир почти подошел к концу. И на закуску, так сказать, вам часть концерта «Ура каникулы», который завтра можно будет увидеть в Белгосфилармонии. Фрагментик. Фрагментик, да, и мы оставляем вас в компании замечательного коллектива Сибрынка. До свидания, хорошего дня, отличной недели. И пойдем, будем подпевать за кулисы. Напомнится в вороне, а может быть собаке, а может быть корове, однажды повезло. Представим кто-то сыро, Пром думается двести, А может быть и триста, А может полкило. На еле нас летела, А может не взлетела, А может быть на пальму. С разбегом собралась, И там она позавтракать, А может пообедать, А может быть поужинать, Спокойно собралась. Но тут леса бежала, А может не бежала, А может это страус слой, А может и не слой. А может это дворник был, Он шел по сельской местности, Ближайшему орешнику, За новую метлой. Послушайте ворона, А может быть собака, А может быть корова, Копыта очень стройные, И добрая душа. А если вы споете, А может быть залаете, А может замычите, Коровы ведь мычат, То у вас тепло большое, Ковер и телевизор, Подают сразу в ручек, А может быть в ручек. И глупая ворона, А может быть собака, А может биггемот, Как что-то забоет. А с вертой вороны, А может быть собаки, А может быть коровы, Конечно же упал, И прямо на лиси, Чего вы считаете? А может быть на страуса, А может быть на дворника, Немедленно попал. Не стойте, не прыгайте, Не бойтесь, не пляшите, Там где идет строительство, Или подвешим грудь.